В связи с санкциями Запада внешние условия для российской экономики изменились, но банковская система в России заявили в Центробанке достаточно прочная и готова принять вызов извне. Наличные средства в банкоматах никуда не исчезнут. Российские банки, в отношении которых наложены санкции, просят не поддаваться панике и трезво оценивать ситуацию. Клиентам, физлицам и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и выполнению счетов в рублях, иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, взболе и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут проводиться в полном объеме. Обмен валюты проводится также без ограничений. Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношениях корреспондентских счетов. Но принятые ограничения никак не влияют на сохранность и доступность средств наших клиентов. Нет изменений в работе и других банков на Ринмаре. В банке открытия возникают небольшие трудности с доставкой денежных средств наличным расчетом до города на Ринмаре. Но эта проблема не критична и решается в течение суток. Этого пугаться не нужно. Речь идет именно про наличную какую-то валюту. Все банки уже сейчас по всей стране дополнительно заказали необходимые средства. Поэтому все будет выдаваться в стандартном режиме и наладится буквально на днях. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20%. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровня, необходимых, чтобы компенсировать возросшие деплевационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания. Елизавета Кабанова, Василий Хатантейский, Наталья Дуркина, Антон Водряков, Владислав Носкин. Телеканал Север.